День Победы 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 которые называемые СССР, одержали великую победу над злейшим врагом, немецким фашизмом, нацизмом и всей нечистью, которая была создана для того, чтобы покорить нас. Слава Богу, этого не получилось. И 9 мая 1945 года мы победили, мы одержали победу. В знак уважения и сердечной признательности героям-анавчанам к мемориалу была возложена гирлянда славы, а также венок памяти от губернатора и законодательного собрания Краснодарского края. Цветы от благодарных жителей курорта. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Это голографическая пирамида, которая позволяет увидеть трехмерные изображения, парящие в воздухе. Голографическая пирамида – технология, которая в прошлом веке могла появиться разве что в фантастических романах. Сейчас же этот проект стал частью новой интерактивной экспозиции, открывшейся в Анапе в День Победы. Это музей воинской славы, появившийся на базе парка военной техники на Симферопольском шоссе. Помимо пирамиды, в которой можно увидеть пять 3D-моделей, здесь представлены сенсорные экраны с информацией о Великой Отечественной и Афганской войнах, боевых действиях в Чеченской Республике, антитеррористической операции на Северном Кавказе, а также СВО. Сейчас я вам покажу, как просто мы можем окунуться в эту историю. Начинаем с Великой Отечественной войны. Сначала нас встречает небольшая историческая справка. Здесь мы можем прочитать про начало Великой Отечественной войны, прочитать про Анапский полк А-1777, про защитников Адапы. Первыми гостями музея стали ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин, мэр Анапы Василий Швец, депутат ЗСК Алексей Аксенов, представители силовых структур, общественных и ветеранских организаций, казаки и молодежь. Интуитивно понятный интерфейс позволит погрузиться в историю любому посетителю. Инициаторами создания проекта выступил городской совет ветеранов. Проект поддержали мэрия Анапы, депутат совета Игорь Огурцов и компания «Алиан». Вот эта коллаборация и военной техники, и зала воинской славы, и парка экологического, где могут семьи наших жителей отдыхать, гости отдыхать города, да, и тут же приходить и смотреть на, на самом деле, на историческую нашу часть, которая, если бы не вы, если бы не тот подвиг, который на войне, послевоенное время вы сделали, ну, не было бы нас. Спасибо вам. Поздравляю ваше имя, отсюда лично, участников создания этого зала. Это для наших детей шедевр. Понимаете? Здесь правда, та правда, которую никто не изменит. Все налицо, пожалуйста, смотри. Желаю дальнейших успехов в производке таких зала, смещений, которые очень и очень нужны вот нашим любимым маленьким детям. Обязательно. А это самое-самое главное. Самое главное. Уже сегодня в музее состоялся первый урок мужества для детей. Теперь здесь будут проводиться занятия для школьников и студентов. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапрегион. Это известная советская разработка ГРАД, или как правильно ее называют, реактивная система залпового огня БМ-21, внук легендарной Катюши. Той самой, что сыграла значимую роль в победе нашего народа над фашизмом. Сегодня на площадке возле стелы город воинской славы прошла выставка военной техники. Среди экспонатов как советские артиллерийские орудия, так и современные подвижные зарядные базы. Гости выставки смогли не только снаружи посмотреть на технику, но и побывать за рулем военных машин. То есть поколение в поколение должна передаваться история, должны передаваться те эмоции, та техника, наши дети должны с ней знакомиться, дабы не забывать, что сделали наши деды и прадеды для того, чтобы у нас было мирное небо над головой. А вот в сквере Гудовича развернулись интерактивные площадки, многочисленные мастер-классы для детей, концертная программа лучших творческих коллективов курорта, а также выставка книг писателей, участников Великой Отечественной войны. Во-первых, это память поколений, то есть наши деды воевали, чтобы мы сейчас жили. И мы должны это сохранить, чтобы передать нашим детям, чтобы они помнили, какой ценой это все досталось. Внимание гостей праздника также привлекла акция «Имена Победы». На специально подготовленном стенде каждый желающий мог увековечить имя своего родственника, который участвовал в войне. Сегодня я приклеил имя своего прадеда Волкова Максима Дмитриевича. Он служил в кавалерии и прошел всю войну от начала и закончил уже в Берлине. И я, конечно, чту его память. И для меня очень важна память предков. И я считаю, что данная акция очень важна, потому что она помогает нам не забывать тех людей, которые прошли весь этот путь ради нас, чтобы мы жили сейчас под мирным небом. Праздник в сквере Гудовича привлек не только взрослых, но и маленьких жителей и гостей курорта. Я считаю, что это самый-самый главный, самый торжественный, самый замечательный праздник. И сюда мы пришли для того, чтобы наши дети увидели, прочувствовали и для того, чтобы нашим детям привить ценность этого праздника. На праздник пришла с сыном, потому что папа работает. Очень интересно. Очень интересные локации, живые, интересные. И ребенку интересно. Через такие небольшие сценки он узнает, что было, как было. Традиционный праздник День Победы в Анапе в очередной раз подарила массу эмоций и напомнила каждому о великом подвиге советского народа в годы Второй мировой войны. День Победы! День Победы! День Победы! Никита Васюхин, Михаил Попов. Анапа. Регион. В гимназии Эврика сегодня состоялась акция «Бессмертный полк». Она появилась в 2015 году в Новосибирске и стала всероссийской. Теперь ее проводят в более чем 80 государствах мира. Все те, кто пали на войне и те, кто возвратились в одном стране, в родной стране, навек соединились. Сегодня лишь малая часть «Бессмертного полка» в этом зале. И каждый, кто держит в руках штендер, знает их историю и помнит совершенный подвиг. 9 мая – это праздник радости и скорби, гордость за нашу историю и вечная печаль за тех, кого с нами нет. Их бабушки и дедушки не вернулись с поля боя, трудились в тылу. Но благодарные потомки уверены, забыть их подвиг невозможно. Это мой прадед, он воевал на войне. Лично сам убил пять фашистов. Крылов Федор Николаевич – мой прапрадед. Получил орден «Красная звезда» за то, что вытащил с поля боя два танка и привел их в ряд. Я горжусь подвигом моего прапрадеда. Я сильно горжусь своими родственниками. Они воевали на 312-м минометном фронте. Точнее, полке. Они воевали на Северо-Кавказском фронте. Я представляю вам моего дедушку, кахнец Владимира Никитовича. Он дошел до Берлина и под Берлином умер. Я горжусь своим дедушкой и стараюсь быть похожим на него. Родные наши, дорогие ветераны, спасибо вам за мужество и честь, за пролитую кровь, за ваши раны, за то, что мы вообще сегодня есть, за то, что сохранили нам свободу, за кленку древу, за березки и поля. Воспитанники гимназии порадовали зрителей своим творчеством, исполнив патриотические песни. Массовый забег, посвященный 9 мая, прошел в продолжении стартов всекубанской эстафеты спортсмена Кубани во знаменование победы в Великой Отечественной войне. Возглавил пробег в Анапе депутат ЗСК Алексей Аксенов. Сегодня спортивная молодежь, даже, можно сказать, и дети, и наше взрослое поколение вместе решили сделать такой забег, наш патриотический забег. И здесь самый смысл, главное, что в здоровой нации именно только светлое будущее и может быть. И всех призываю заниматься спортом. Очень важно знать историю, обычаи, традиции нашей страны великой. И, конечно же, заниматься спортом, чтобы была сильная, здоровая нация. Среди участников, собравшихся на Аллее Славы, жители курорта, военнослужащие и воспитанники спортивных школ. Участвуют самые подготовленные, воспитанники спортивных школ. Они подготовленные. ОФП во всех школах производится. И пловцы, и борцы, и волейболисты, и лёгкоатлеты. Все бегают, все повышают свою выносливость. Все готовы к такому виду занятий. Я занимаюсь полевой стрельбой, лёгкоатлетикой, гимнастикой и плаванием. Я очень люблю спорт, и мне приносит радость. Около 200 спортсменов, стартовавших от Аллеи Памяти, завершили маршрут у Вечного Огня в сквере боевой славы, где почтили память всех героев, которые ценой своей жизни подарили будущим поколениям великую победу. Спасибо всем, участникам данного мероприятия. Живите спортом. За спорт, за жизнь, за нашу страну. Победа будет только за нами. Ура! 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 Ольга Жмак, Михаил Попов, Анапа-регион. Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню Великой Победы, состоялось во дворе на улице Ленина, 171. Организаторами праздника выступили общественная организация родителей детей-инвалидов «Радость жизни» и детский дворовой клуб «Радость моя». А главными звездочками концерта стали дети из многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для меня это очень великий день. Это День Победы. Это о многом говорит. Тем более на сегодняшний день это очень прям тема такая сердечная, так сказать. Поэтому и то, что сейчас происходит, мы будем отмечать еще и ту победу. Это я уверена 100%. Мы раздавали шарики. Наверное, это помогает понимать то, что даже радость в мелочах. И надо всему радоваться. А ребенок должен сам понимать то, что это его родина, он должен ее любить и помнить о том, какие подвиги совершали наши люди. Поздравить детей с праздником пришли анапские волонтеры, феечки СВО, казаки, представители общественных организаций и духовенства. Это мероприятие собрало вместе всех инициативных жителей города. И мы празднуем с вами всегда две победы. Победы Христа над смертью, над грехом, всемирной победы, всечеловеческая и всеисторическая победа. И победа нашего великого, могучего русского, советского народа над фашизмом в 1945 году. И эта победа тоже вечная, потому что это победа правды. Ура! Главными гостями концерта стали ветераны Великой Отечественной войны. Валентина Ивановна – блокадница Ленинграда. Считает, что День Победы – это жизнь для ее детей, внуков и правнуков. Нас выдержал только патриотизм и любовь к родине. О том, что победа куется не только за ленточкой, но и в тылу, дети с ОВЗ знают и принимают активное участие в помощи нашим военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО. Особенные дети у нас плетут маскировочные сети для наших бойцов. Эти сети мы отправляем на фронт, и дети вкладывают частичку души. У них пошли улучшения за этот месяц, пока они плели эти маскировочные сети. Мы недавно были в гостях у детей и засняли видеоклип, который разослали нашим бойцам в зону СВО. Ребята сказали, что когда они вернутся сюда с победы, они обязательно придут к этим детям, гостям, чтобы поблагодарить за то тепло, которое они вкладывают. Выставка детских рисунков, полевая кухня, песни и стихи о победе. Здесь каждый помнит о великом подвиге наших солдат, который они совершили в 40-е годы. И, конечно же, самое главное – это передать детям вот этот патриотизм, любовь и уважение. Что для тебя значит День Победы? Для меня это значит, что нет войны и что мы все победили. И я очень верю в тех, кто воевал и погиб за нашу жизнь. С сентября прошлого года благотворительный фонд «Светлый мир» собирает гуманитарную помощь для наших военнослужащих. Жители курорта вместе с волонтерами фонда лично отвозят ребятам на фронт необходимые продукты, вещи, медикаменты. Зимой неравнодушные граждане вязали теплые носки для бойцов, передавали консервированные заготовки, письма от детей. Сейчас появилась потребность в маскировочных сетях. Желающие приходят помочь в разное время, кто насколько может. Но даже пара часов работы – это огромный вклад в приближение Победы. Бывает такое, что у ребят, конечно, чего-то не хватает, есть потребность. Но самое главное – они должны чувствовать это тепло, которое мы приносим им из нашего дома, от родственников, от детей. Нам пишут письма, пятая школа, а также все остальные учащиеся школы и неравнодушные граждане. Чтобы правильно плести, надо плести зигзагом. Снизу вверх зигзагом, либо сбоку, слева, либо вправо плести зигзагом. На сегодняшний день к отправке на фронт готовы пять маскировочных сетей, еще две на финальном этапе. На изготовление одной масс-сети два на три метра уходит два дня. Плетут в двух разных техниках, ведь для укрытия траншей с бойцами нужен один рисунок, а боевой техники – другой. Помимо сетей, волонтеры изготавливают нашлемники для наших бойцов – так называемые кикиморы. На натянутую на деревянную раму сеть привязываются паучки из лент. Добавляется соломка, затем все стягивается в форме шапочки. Готовое изделие надевается на шлем. Наши бойцы надевают это на каску, и их, по крайней мере, сверху не видно. Они уже могут выглядывать из траншеи, они уже замаскированы. Кто не может приходить на сеть, на большую сеть плести? Пожалуйста, приходите, мы обеспечиваем материалом, и вы сможете помогать нашим бойцам дома. Внести свой вклад и помочь приходят не только жители курорта, но и гости, приехавшие в Анапу в отпуск. Наталья с сыном из Волгограда. Узнав о том, что благотворительному фонду нужна помощь в плетении маскировочных сетей, не смогла остаться в стороне. Хотелось помочь ребятам, потому что какой-то вклад внести в это дело. Это хорошее дело, полезное. Молодцы, кто это все придумал. Радостно, что все откликаются, и нет ни одного не заинтересованного в том, чтобы помочь нашим бойцам на фронте. Сегодня присутствуют дети, и кадеты присутствуют, и студенты присутствуют. Поэтому потихонечку привлекаем к этому, потому что действительно нужна победа нам. И победа, то что мы сегодня находимся в тылу, а в тылу мы должны делать такие вещи. То, что детишки попробуют своими руками сплетут, это, наверное, прочувствуют своими руками, то, что действительно они приближают победу. И чем больше будет помогать, тем ближе наша победа будет. Помочь в изготовлении маскировочных сетей и нашлемников могут все желающие. Для этого нужно прийти по адресу Лермонтова, 82. Штаб общественной организации «Инвалиды войны» работает каждый день с 9 утра до 6 вечера. Вера Грушко, Михаил Попов, Анапа-регион. Парадный китель с многочисленными наградами и фуражка военно-морского флота. В таком виде Владимир Крижановский встречает своих гостей. На фронт старшина первой статьи попал в 17-летнем возрасте. Тогда, в 44-м году, в составе Северного флота, он участвовал в разгроме немецко-фашистских войск и освобождении советского Заполярья. Сегодня он принимает поздравления с 78-й годовщиной Великой Победы в торжественной обстановке прямо возле своего дома на улице Гоголя. В этот день мы чествуем всех, кто не жалея сил приближал победу и подарил нам этот великий светлый праздник. Всех нас переволняет чувство гордости. И как мы рады, что сегодня мы с вами, дорогой наш Владимир Семенович. Поздравить ветерана приехали вокальные и танцевальные коллективы Центра культуры Родина. На импровизированной площадке звучали песни военных лет, артисты исполнили народные танцы, а самые маленькие прочли стихи. Спасибо вам за мужество и честь, за пролитую кровь, за ваши раны, за то, что мы вообще сегодня есть, за то, что сохранили нам свободу, за клен кудрявый, за березки и поля, за то, что прошли огонь и воду. Гордится вам русская земля. В знак уважения к своим гостям Владимир Семенович, несмотря на свой возраст, стоя принимал поздравления и отказывался садиться на стул. А в завершение мероприятия его буквально засыпали букетами цветов. Это не только для меня, а для всей страны и для всего нашего народа. Мы защитили эту Родину, и в душе моей это радость за нашу победу. Будущему поколению желаю, во-первых, счастья всем, улучшения жизни каждого человека, и чтобы наша страна процветала. В течение дня в Анапе и сельских округах поздравления принимали все ветераны курорта. По словам участников мероприятий, жить в одно время с такими героями – огромная честь и гордость. Никто, ничто не сможет стереть память великого народа. Те наши былые, славные времена наших ветеранов, наши жертвы, которые были принесены в борьбе с фашизмом и нацизмом. Сейчас это очень актуально, тем более при взращивании нового поколения. Сегодня во всех школах прошел бессмертный полк. Все школы подключились к этой акции, все вышли с портретами своих погибших предков, дедов, бабушек. Мы чтим каждого, помним каждого и гордимся. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа. Регион. В 44-м я 27-го года рождения. В 2014-е, ну, в 17-18 лет, если когда я пошел, в 18-ти еще полных не было. Вот это пошел барин. Привезли нас до призывников, еще в гражданской форме, значит, в Ульяновск. Ну, в период войны, в 44-й год, еще наши только перешли границу, значит, стали воевать на территории Европы. Сделали мандатную комиссию и меня, значит, ну, как это, я попал, что ли, в команду, которая должна была идти в первое гвардейское танковое училище. Это на должность, значит, мне должен был через 3 или через 6 месяцев туда, и такие, и такие были, выйти оттуда в звание офицера. Ну, я попал, значит, вот, наводчиком, из меня сделали наводчиком. И в феррале месяце уже 45-го года, приняв присягу, получив машину, это уже был апрель месяц, начало апреля 45-го года, значит, и эшелоном, вот эти 20 машин, две маршевых роты с полным боевым снаряжением. Границу пересекли опять сюда же на запад, но пересекли ее в районе Яс, Тишинево, Яс, вот Молдай, сюда, на юг, и уехали на румынскую территорию, используя нас на борьбу с, потом мы их вот назвали, бандеровцами. Вечером тревога, вытягиваем колонну, неизвестно куда грузим вот это все, что было разгрузано. Куда едем, не знаем, куда нас везут, причем ночью, всю ночь машины двигались, я только мог видеть прицел, и в МК-4 называется, на 3-4-ке, это такая штука, как перископ малый, так, 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 знаете, что это такое? Ну вот я откручиваю, там смотрю, вижу, что передедущая машина из-под гусеницы, искры летят, значит, куда едем, не знаю. Ну а где-то уже с рассветом стало более светлее, понимаешь, наш начали бомбить. Это вот примерно было где-то между Прагой, чехословацкой столицей, и город там есть такой, Братиславово. Четыре примерно часа утра, потому что только чуть расцветало, и нас начали бомбить. Но, слава богу, я вот под этой бровой сидел, с той стороны, меня не тронуло. Это, наверное, длилось все часов до десяти, даже до одиннадцати дня. А уже вот где-то даже в двенадцатом часу, когда мы окружили, все это дело свелось. Ну и мы нам разрешили выкликнуть из люков и посмотреть. Ну, зрелище. Ну, представьте себе, все, вся техника, все артиллерийские системы, ненаметная система, которые с этого момента стреляли, так, это все было разрушено, разорвано. Ну, и все, полите кровью, смешалось все с землей. Тут рука торчит, тут нога непонятно, что значит, вот такое зрелище не совсем приятное. Но сами они его заработали. Они же по нам-то, по нашу-то, тоже стреляли. Ну, страха я, собственно, никакого не ощущал, потому что практически, вот, сидя на месте наводчика, я что, я в прицел и в МК-4. Видя-то совсем мало, только то, что мне положено для стрельбы. А остальное, конечно, вот у меня, вот что я видел, страх не вырубкался. Вот я как-то это делал все, ну, чуть ли не машинально. Дорогие навчане, поздравляю вас с наступающим 78-й годовщиной Великой Победы. Желаю вам всем крепкого, самого крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей работе. Редактор субтитров А.Семкин